Мы бы заметно сэкономили свое время, если бы на привычные вещи, такие как умывание, чистку зубов и завтрак, тратили бы всего несколько секунд. Разработкой так называемой «щетки будущего» занялся магистрант Инженерного института Казанского федерального университета Егор Мандик. Идея пришла еще во время учебы в колледже, когда Егору было всего 16 лет. Сначала появилось желание помочь маме, которая работает сиделкой. Я помогал маме как раз-таки следить за людьми с ограниченной возможностью и понял, что есть определенные трудности в работе, но их очень много. Была большая проблема с зубами у людей, потому что все равно чистить зубы нужно долго, нужно правильно. В 2016 году возник вопрос, где бы найти инженеров, готовых помочь в реализации этой идеи. Ведь сам Егор заканчивал направление биомедицинской технологии. Пошел на конкурс в Винополисе, там он назывался «От идеи до прототипа за 48 часов». И где как раз-таки познакомился с замечательными людьми, которые уже собрались в команду, и мы начали какие-то первые шаги вместе делать. Сейчас совместно с Инженерным институтом КФУ воплощается в жизнь проект зубной щетки нового поколения. Разработчики назвали это устройство «Флокс». Оно представляет собой капу с маленькими моторчиками и щетками, что позволяет чистить все зубы одновременно всего за несколько секунд. Она интересна тем, что позволяет убрать человеческий фактор полностью при чистке зубов. У нас как ты приходишь, берешь пасту, берешь зубную щетку, одел, подождал несколько секунд, положил, но рот все равно нужно умыть и вот, пожалуйста, то есть намного упрощается. Здесь предусмотрены сменные насадки для того, чтобы пользоваться этой зубной щеткой могли все члены семьи. Сейчас поверхность чистки у зубной щетки, например, у обыкновенной, она маленькая и этой поверхностью ты все зубы чистишь. В капе же разрушений меньше идет, то есть там больше поверхность щетинок, ну там их больше, и получается они используются всего несколько секунд за чистку. И они не так быстро изнашиваются. За счет меньшего изнашивания насадок ими можно будет пользоваться полтора года. Количество пасты на это устройство наносится минимально и распределяется оно автоматически. Также имеется специальная паста для ультразвукового воздействия. Паста такая, чтобы создавать пузырики. Пузырики создаются, лопаются в зуб и производится чистка. Это для труднодоступных мест. А основная чистка, то есть механическая, большие части еды, чтобы достать, она чистится просто механикой. Своё изобретение Егор пока не показывает. Отмечает, что осталось еще много моментов, связанных с патентованием и сертификацией. Устройство работает от аккумулятора, который заряжается как современные гаджеты. Примерная стоимость такой инновационной щетки будет составлять 7 тысяч рублей. Сейчас разработчики стараются снизить себестоимость. В команде Егора работают инженеры, а также врачи-стоматологи для того, чтобы создать максимально эффективную зубную щетку. Безопасность это номер один, на что мы обращаем внимание. То есть мы не делали бы зубную щетку, если бы это в каким-то моментом могло бы навредить. Стоматологи говорят, как правильно чистить зубы. Должны быть выметающие движения, сколько количества оборотов, как это безопасно должно быть. Разработка Егора одержала победу на российском отборе Falling Walls, который проходил в шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ. В ноябре этого года он отправится в Берлин на итоговую конференцию, чтобы презентовать свою зубную щетку будущего. Планируется, что устройство будет представлено на рынке в январе 2019 года. Анна Глазунова, Владимир Нелюбин, Универньюз.